Можно ли присвоить забор, в который ты не вложил ни копейки? Администрация станционного сельсовета ответила для себя, что можно. Без обоснования причины чиновники решили, что окрестным жителям забор не нужен, а гораздо полезнее будет огородить чужими пролетами территорию муниципального кладбища. В ситуации разбирался Александр Попов. Глава станционного сельсовета сам перетаскивает секции забора, а вот объяснять свои действия тем, кто его возводил, не считает нужным. Ну, почему вы мне не отвечаете? Вы обязаны мне ответить. Первая попытка разобрать конструкцию была в конце лета. Тогда металлические ограждения удалось отстоять. Пролеты вернули. Мы, конечно же, поинтересовались, что происходит, на каком основании. И нам сказали, это наш забор, и он демонтируется для школы. Нужно территорию школы огородить к первому сентября. А вот в ноябре уже все по-другому. Крепкие мужчины просто не позволили подойти к ограждению. 39 пролетов лишилось бывшее дачное общество на станции Мочище. Жители до сих пор гадают о причинах, не добившись вынятного ответа от администрации. Непонятно не только зачем, но и почему не дали время самим убрать свою собственность, если она действительно кому-то мешала. В сельсовете нам объяснили, что в связи с ликвидацией дачного общества «Райский сад» землю передали муниципалитету. Чиновники посчитали, что и все имущество на этом участке принадлежит администрации. Станционному сельсовету было передано ряд земельных участков с принадлежащим на нем имуществом. Всем принадлежащим имуществом. Без как такового перечня объектов. Передача была оформлена договором дарения. При этом жителям эти нюансы никто не объяснил, а всю иную документацию сельсовет считает недействительной. В 2020 году при ликвидации СНТ собственники всех участков решили передать мне этот забор для обслуживания. То есть собственник существует, а значит все спорные вопросы должны решаться через суд, но не здесь. Спросить жителей, нужен ли им этот забор, также не удосужились. На случай материалы не крали и все как бы, ну кто-то посадки делал, что от животных скрываться, как говорится. То, что у нас и дети здесь по территории бегают, чтобы на всякий случай, как говорится, чтобы в присмотре были. Живым он не так нужен, решили в администрации, а вот мертвым пригодится больше. Чужие пролеты перевезут из райского сада в места захоронений. В частности ограждение кладбища. Теперь жители обходят свою территорию на случай, если где-то еще что-то плохо лежит. Говорят, сельсовет приглядывался к будке охранника, но ее удалось вовремя вывезти. Александр Папов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС.